В этом ролике мы расскажем, как на заводе Евхимпром производят авиационный бензин. До середины 20 века все самолеты двигались при помощи винта, который раскручивался поршневыми двигателями. Эти двигатели аналогичны автомобильным бензиновым двигателям, и именно они требуют специального авиационного бензина. Сейчас, однако, большая часть самолетов реактивные. Они требуют другого топлива, керосина. Даже большинство современных винтовых самолетов используют турбинные, а не поршневые двигатели. Турбинные двигатели тоже работают на керосине. На турбинных двигателях работают также крупные вертолеты. Тем не менее, на небольшие самолеты до сих пор ставят поршневые двигатели. Также на поршневых двигателях работают небольшие вертолеты. Эти воздушные суда используются на местных авиалиниях, для частных полетов, в качестве сельскохозяйственной и санитарной авиации, для целей мониторинга. Все они работают на авиационном бензине, но в силу их относительно немногочисленности, авиационный бензин можно считать нишевым топливом. В частности, на Эвхимпроме установлены мощности для производства 60 тысяч тонн в год авиационного бензина, и этого хватает. Но к этому топливу предъявляются очень высокие требования, которые вынуждают делать специальное производство этого бензина. Чтобы понять основание этих требований, нужно разобраться, как работает поршневой двигатель. Его основные узлы – цилиндр, в котором ходит поршень, и в котором происходит сгорание смеси бензина с воздухом. Когда поршень отходит от головки цилиндра, он засасывает в цилиндр смесь воздуха с парами бензина. Иногда бензин впрыскивают в цилиндры отдельно. В результате в цилиндре образуется топливо-воздушная смесь. Далее поршень идет обратно к головке цилиндра и сжимает эту смесь. Сжатая смесь поджигается искрой, сгорает и толкает поршень. Все это происходит очень часто. В оптимальном режиме двигатели делают 30-50 оборотов в секунду. Чем сильнее сжимается топливо-воздушная смесь в цилиндре, тем выше коэффициент полезного действия двигателя. А значит, тем выше мощность при том же расходе топлива. Однако, если сжать смесь слишком сильно, она сдетонирует или, попросту говоря, взорвется. Взрывная волна идет против хода поршня и, к тому же, распространяется гораздо быстрее, чем фронт горения. Она не успевает протолкнуть поршень, поэтому при детонации мощность мотора резко падает. Стойкость топлива к детонации характеризуется октановым числом. Чем оно больше, тем сильнее можно сжать смесь без детонации. Авиационные бензины должны обладать максимально возможной стойкостью к детонации, существенно большей, чем автомобильные. Ибо резкое падение мощности автомобильного двигателя всего лишь неприятно, а падение мощности авиационного двигателя может оказаться смертельным. Поэтому авиационный бензин имеет высокое октановое число и, что еще важнее, высокую, так называемую, сортность на богатой смеси. Эта сортность характеризует мощность двигателя, работающего на смеси топлива с воздухом, в которого топлива несколько больше, чем может полностью сгореть в этом воздухе. Именно такие смеси называются богатыми, и они подаются в цилиндры на взлетном режиме работы двигателя, то есть на самом жестком режиме. Как известно, бензин получают ректификации нефти. Бензиновая фракция выкипает при температурах от 60 до 180 градусов Цельсия. Такой бензин называется примагонным. В нем содержатся главным образом неразветвленные алканы, и его октановое число редко, когда превышает 50. Он позволяет давать степень сжатия не больше 5, что очень мало. Чтобы повысить октановое число бензина, его подвергают реформингу, нагреванию на специальных катализаторах. В результате алканы изомеризуются, и линейные алканы превращаются в разветвленных. После реформинга октановое число бензина может достигать 92. Чтобы повысить октановое число еще больше, в бензин добавляют метилтриотбутиловый эфир. Он может довести октановое число до 98. Этого вполне достаточно для автомобилей, но недостаточно для самолетов. Можно еще повысить октановое число, добавляя ароматические соединения, например, толуол. Но они горят с образованием сажи, поэтому много их не добавишь. И, наконец, рекордсмен по повышению детенционной стойкости бензина – тетраэтилсвинец. Добавление одного килограмма тетраэтилсвинца на тонну топлива повышает его октановое число на 15-20 единиц. До середины 80-х годов его активно добавляли в автомобильные бензины. Однако сам тетраэтилсвинец очень ядовит, и продукты его сгорания тоже ядовит, хотя и не настолько. Поэтому, когда люди научились проводить реформинг бензина и делать метилтретбутиловый эфир, от тетраэтилсвинца в автомобильных бензинах отказались. Но в авиационных бензинах с очень жесткими требованиями к детенционной стойкости обойтись без него не получается. И сейчас это единственный вид бензина, в котором допускается добавка тетраэтилсвинца. В любом случае его содержание стараются минимизировать, и сейчас на тонну топлива его добавляют полкилограмма. Авиационный бензин готовят из высококтанового автомобильного. Он хранится в этих трех емкостях. К нему добавляют смесь нескольких присадок. Толуол, тетраэтилсвинца, красители и антиоксиданта. То есть процесс предполагает три основные технологические стадии, и все они сводятся к перемешиванию. Добавление к толуолу красители и антиоксиданта. Добавление к полученной смеси тетраэтилсвинца. И смешивание того, что получилось, с автомобильным бензином. В этих операциях нет никаких принципиальных сложностей. Все компоненты подвижной жидкости легко смешивающиеся друг с другом. Единственное, что придает этому процессу, так сказать, изюминку, это ядовитый тетраэтилсвинец. Нужно полностью избежать его попадания в окружающую среду, поэтому приходится прибегать к разным ухищрениям. Тетраэтилсвинец привозят в автомобильных цистернах. Далее его герметично переливают в цистерны для хранения. Из них специальный насос перекачивает его в герметичную же мешалку. И цистерна для хранения, и мешалки находятся в азотной подушке, в двуслойном сосуде, между стенками которого под давлением находится азот. В случае каких-то утечек тетраэтилсвинец попадет в подушку и не попадет в окружающую среду. Вся установка опутана датчиками и аварийными клапанами, которые перекрывают подачу реагента в случае утечки. В этой мешалке к тулула добавляются антиоксиданты и краситель. А в этой к полученной смеси добавляется тетраэтилсвинец. Эти мешалки тоже герметичны, что есть отдельная технологическая проблема, и находятся в азотной подушке. Результат отправляется в основную емкость смешения. Тут она смешивается с автомобильным бензином. Для перемешивания даже не нужна мешалка. Компоненты подают в смеситель снизу так, что они закручиваются в вихревом потоке и таким образом перемешиваются. Когда смеситель полностью заполнится, авиационный бензин из него перекачивают в емкости для готового продукта. Жидкости, заполняющие емкости, вытесняют из них воздух с парами бензина. Чтобы не травить им окружающую среду и не терять ценный продукт, воздух с парами собирают и отправляют в рекуператор. Там его охлаждают и пары бензина конденсируются. Их собирают в небольшую цистерну и перекачивают обратно в смеситель. К сожалению, цивилизация пока что не может полностью избавиться от ядовитых веществ. Однако цивилизация может наладить процесс работы с ними так, чтобы вред от них был несущественным. Именно это мы видим на примере истории использования татаретил-свинца в качестве присадки к топливу, а также на примере технологии работы с ними. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok